Здравствуйте! С вами канал Вкусный Огород Барнаул. Как вырастить помидоры без рассады? Обычно в средней полосе России, как и в нашей местности на Алтае, помидоры из-за относительно короткого лета выращивают в открытом грунте через рассаду. Однако, многие огородники сталкивались с таким явлением, что порой где-нибудь на дачном участке неожиданно вырастает помидор, хотя его никто и не думал там сеять. Это прорастает случайно оказавшаяся в неподобающем месте семечко помидора. Такие растения всходят в июне, а иной раз даже в июле. Если их не удалить, а начать за ними ухаживать, то они завязывают некоторое количество плодов. Это натолкнуло меня на мысль, а не попробовать ли вырастить помидоры способом посева семян непосредственно в открытый грунт, не выращивая рассаду. Что и было сделано. Конечно, основную часть помидоров я тогда выращивал обычным способом, через рассаду, а для эксперимента без рассадного выращивания выделил только относительно небольшую грядку. Просто посмотреть, что из этого получится. Место под безрассадные помидоры, чтобы они росли хорошо и не болели, отвел с учетом хорошего предшественника, то есть там, где прошлый год располагалась грядка морковки. Сорта выбрал проверенные и хорошо себя показавшие на моем огороде «Толстый джек» и «Тяжеловес Сибири». «Толстый джек» – сорт среднего срока созревания, стабильно дающий неплохие урожаи вкусных плодов до 250 граммов весом. Ну а «Тяжеловес Сибири» – это крупноплодный, детерминатный сорт. Плоды достигают килограмма, и, как правило, этот сорт радует хорошими урожаями. Поскольку семена помидоров в основном заготавливаю самостоятельно, то семян сорта «Толстый джек» и «Тяжеловес Сибири» у меня образовались даже излишки, которые решил использовать для посева в открытый грунт. И вот в начале мая вспахал культиватором и сформировал обычную небольшую грядку, на которую сразу посеял повдоль в два рядка сухие семена помидоров на глубину в 1 см. Посевы полил нагретой на солнце водой, поскольку погода стояла довольно прохладная. В нашей местности в мае бывает холодно, а заморозки вообще длятся до второй декады июня, поэтому на грядку безрассадных помидоров сразу поставил металлические дуги и закрепил на них укромное нетканое полотно марки 60. Надо заметить, что эти мои действия со стороны соседей дачников вызвали немалый интерес, приправленный изрядной долей скептицизма и соответствующих шуточек. Тем более, что помидоры из-за холодной погоды сходить никак не торопились, хотя внимательно следил, чтобы почва была достаточно влажной. Грядку все время держал под укрытием из нетканого полотна, открывая только посмотреть, что там внутри происходит, и при необходимости поливал посевы из лейки. Но, наконец, к середине мая помидоры взошли довольно дружно, без проплешин, хотя всхожесть оказалась, может быть, немного похуже, чем при посевах рассады в теплой городской квартире. Как только ростки немного окрепли, их проредил, оставив промежутки между растениями 3-4 см. Чтобы не было черной ножки, как только всходы достигли 2-3 см, их аккуратно окучил, а вдоль рядков сделал канавки и поливать стал только по ним, а не под корень растения. Это принесло неплохой результат. Из молодых помидорок практически ни один не погиб. После этого помидоры начали понемногу набирать силу. Угроза заморозков в нашем регионе отступает к 15 июня, и в это время освободил грядки от укрывного полотна и проредил помидоры окончательно на 30-35 см. К этому моменту они уже заметно подросли и окрепли. Кустики стали, хотя и не очень высокие, но зато очень коренастые и здоровые на вид. И очень даже симпатичные. Именно поэтому выбрасывать все лишние растения при прореживании рука не поднималась. И я их рассадил в другие места на участке. Особо хочу обратить ваше внимание, что одну грядочку безрассадных помидоров из излишков я для эксперимента выращивал очень густо. То есть высадил вот эти излишки рассады, ну буквально через 10 см. Иногда даже чаще друг от друга. И так эти помидоры и росли, и, к слову сказать, порадовали неплохим урожаем. Все лето ухаживал за помидорами, как обычно. Подвязывал их к установленным колышкам, регулярно поливал примерно раз в неделю, рыхлил, окучивал и удалял с грядки сорняки. Подкормку делал всего один раз. Раствором жидкого куриного помета 1 к 15 в конце июня. Расход раствора одно ведро 10 литров, ну примерно на 20 растений. И после подкормки в июле помидоры начали развиваться не по дням, а по часам. Кусты стали очень мощными, стебли крепкими и толстыми. Цветение также проходило очень активно. Цветов было множество. И очень скоро появилось не меньше и молодой завязи. Используемые сорта толстый джек и тяжеловес сибири являются детерминатными. То есть их можно и не посынковать вовсе. Но поскольку кусты разрослись очень густо, то немного их обрезал, оставив не более 4-5 стеблей в кусте. Обильная завязь очень скоро превратилась в неплохие помидорки, которые быстро начали набирать вес. Чтобы помочь им в этом нелегком деле, часть листьев на кустах стал регулярно удалять. Все, что оказывалось ниже сформировавшейся кисти, безжалостно состригал ножницами. И вот в середине августа появился первый долгожданный красный помидорчик. Это был сорт толстый джек. На вкус он оказался ничуть не хуже своих собратьев того же сорта, выращенных из рассады. Соседи же перестали усмехаться еще раньше, когда обильная зависть на крепких кустах безрассадных помидоров показала себя во всей красе. К этому времени мне пришлось укрывать грядку укрывным полотном снова. А дуги я так и не убирал, потому что в конце августа у нас ночи уже холодные, да и заморозки не редкость. Безрассадные помидоры начали поспевать очень быстро и к середине сентября уже собрал последние плоды с этой грядки и подвел итог. В целом урожай получился не хуже, чем у помидоров, выращенных через рассаду. Плоды везде уродились здоровые, ровные, красивые и отличного вкуса. Правда, пора уборки наступила примерно на 2-3 недели позже, чем у обычных помидоров. Но само по себе это тоже неплохо, а то ведь иной раз плоды начинают поспевать так быстро и одновременно, что даже не успеваешь их перерабатывать. Зато ухаживать за посеянными семенами сразу в грунт помидорами оказалось настолько просто, что с той поры я каждый сезон выращиваю безрассадные помидоры. Больше того, они постепенно вытесняют даже рассадные. То есть безрассадных у меня становится больше, с каждым годом рассадных меньше. А те помидоры, которые были рассажены по участку из излишков, те, которые высаживались очень густо и росли, ну буквально на расстоянии 10 сантиметров между растениями, показали себя тоже очень интересно. Эта небольшая грядка в полтора метра дала очень даже неплохой урожай. Несмотря на такой загущенный посев и выращивание, эти помидоры завязали неплохие плоды, которые выросли довольно крупными и в большом количестве. Причем очень много их поспело прямо на корню. Вот такой тоже получился своеобразный эксперимент. Непременно попробую выращивать помидоры вот так загущенно. И в дальнейшем интересно присмотреться к такому способу. Ну как бы то ни было, выращивать помидоры, минуя стадию рассады, очень мне понравилось. И рискну посоветовать и другим огородникам попробовать этот способ. Действительно это очень просто. Помимо того, что помидоры растут без особых хлопот, они гораздо крепче рассадных. Очень коренастые, очень крепкие. Но во всяком случае растут они очень хорошо. Но урожай получается немного позже. Но страшного, на мой взгляд, в этом ничего нет. Даже есть определенные плюсы. Так что пробуйте, возможно вам понравится и этот способ. В конце пожелаю всем хороших урожаев. Всего самого доброго. До свидания.